Дорогие братья и сестры! И вот тут был такой задан вопрос по поводу богослужения, вообще смысла такого интересного события церковного, которое называется Радоницей. Ну, во-первых, начнем с того, что где-нибудь в середине Страстной Седмицы, например, за богослужением даже перестает употребляться псалтирь, который всегда употребляется за службой, за исключением только богослужения на утренней Великой Субботы. Естественно, примерно с этого же времени, да, пожалуй, даже с начала Страстной Седмицы, вся наша богослужебная жизнь вертится вокруг страданий Господа Иисуса Христа, а потом его светового воскресения в день Пасхи. Потом длится так называемая пасхальная седмица, на которой богослужение повторяет собой пасхальное богослужение. Естественно, в эти почти две недели не совершается никакого поминовения святых. Ну, на самом деле, конечно, если священник совершает литургию, а он ее совершает, он всегда тайно поминает всех усопших, вынимая за них частицы. Но при этом нет заупокойных ектений, нет панихид, нет заупокойных литий и прочего такого богослужения, которое было бы посвящено воспоминаниям нами умерших своих сродников, близких и друзей. И вот наступает, наконец, вторник после Светлой Седмицы, он называется Радоницей. На самом деле, богослужение в этот день почти не отличается от будничного богослужения. Но это первый день, после которого начинается вновь поминовение всех усопших. И у нас, особенно в России, принято в этот день ходить на кладбище, заказывать панихиды, просто приходить в храм, чтобы помолиться обо своих усопших сродниках. Почему нам так важно это поминовение усопших? Потому что церковь, мы можем ее условно разделить на церковь земную и на церковь небесную. То есть земная церковь, это понятно, это мы с вами, а небесная церковь – это Господь Иисус Христос. То есть Господь, будем так сказать, Святая Троица, будем говорить о том, что потом Матерь Божия, множество всех святых, множество всяких наших усопших христиан, которые честно выполняли свой долг и сподобились благодати у Бога. Когда мы молимся за усопших, мы делаем добро не только тем людям, за которых мы молимся, мы часто делаем тем самым добро и самому себе. Ибо усопшие, когда видят то, что мы молимся о них, воспоминаем о них, они проявляют и к нам любовь, потому что они тем самым ходатайствуют перед Господом и за нас, грешных, чтобы мы с вами все спаслись. Поэтому, понимаете, в разнице великий смысл. Поэтому церковь, она единая, независимо от того, живые ли люди, которые на земле, или усопшие, которые уже предстоят пред Господом Богом. Мы все и мряемся единой церковью, мы все единое тело Христова. Дорогие братья и сестры, нам часто задают вопрос, вот такой удивительный вопрос, что мама регулярно набирает в храме святую воду и использует ее где только можно. Да, и такая практика очень удивительная. Я помню в бытности, когда я еще служил в Сесвятском храме, у нас была одна бабушка, которая всегда приходила к каждой молебне с двумя огромными бедонами и говорила, что ну как же так, я на этой, на святой воде готовлю все свои кушания, то есть дома, то есть и супчик варю и все прочее. Но на самом деле это некая такая неправильная профанация таинства, вообще неправильное отношение к этому священию воды. Святая вода дается нам для чего? Ну, во-первых, для того, чтобы мы вкушали ее, то есть когда пили, особенно в какие-то трудные моменты. Многие святые отцы, например, советуют при нападении страстей. Привожено, напала на вас страсть гнева, и вы не можете никак справиться. Если вы дома, можно выпить немного святой воды. Святой водой мы освящаем различные вещи, мы приложим ее в домашней какой-то обстановке. Мы же не можем каждую вещь носить на священие к священнику в храм, да? Мы обычно приносим только те вещи, которые имеют некий такой богослужебный характер. То есть мы просим священника осветить, например, икону, святой крест наперстный или еще что-то. Но мы же не будем просить его осветить нашу куртку, валенки или еще что-то. Но если мы купили новые вещи, для нас важно, чтобы эта вещь, как бы сказать, была освящена Господом Иисусом. Господом мы храним, мы все время крапим эту вещь святой водой, которую мы для этого и имеем дома. То есть, по большому счету, как бы подводя итог, нужно сказать о том, что святая вода, которую мы приносим либо с великого освящения, либо с малого, она дана для того, чтобы вкушать ее, особенно по утрам или в каких-то трудных житейских обстоятельствах, о которых я сказал, и для освящения каких-то вещей. Более для других целей святая вода не используется. Здравствуйте, дорогие зрители. К нам поступил вопрос, почему у священнослужителей принято отращивать бороду, с чем это связано, и обязательно ли это традиция? Да, это традиция. Это не каноны церковные. Традиция, она бывает сильнее развита, бывает слабее развита, бывает развита неповсеместно. Но если говорить об современном облике пастыря, православного священника, то сейчас, конечно, это уже строго такой уже установившийся внешний облик. Это ряса с длинными рукавами, это борода и бывают длинные волосы. Это внешний вид священника русской православной церкви, который вот в таком виде уже сформировался к началу XIX века. Если мы посмотрим вглубь веков, то есть вот как вот развивалась эта традиция, то мы вообще увидим облик священника совсем не похож на современника, на современного пастыря. В древности, даже вот взять нашу дониконовскую Русь, то есть это до XVI века на Руси, священники выстригали на темечке волосы по кругу, а на лбу и на затылке также кругом выстригали. Получался такой двойной как бы венец терновый. Именно вот это было подобие тернового венца, как у Иисуса Христа. То есть вот такой вид был у священников. А выстриженный затылок его покрывали шапочкой, которая называлась скуфья. И вот такой вид священника существовал вплоть даже до начала XVIII века на Руси. Но влияние монашества с греческой церкви, вот оно наложило отпечаток на внешний облик священника. И священники стали отращивать волосы по образу назарейства. То есть здесь, вы знаете, каждый в церкви очень много символизма. И то, что вот в церкви используется, оно этому всегда как бы приписывается какой-то сакральный смысл, значение какое-то. И вот все, что напоминает о Господе, все, что направляет человека к благочестивому размышлению о вере, о спасении, оно похвально и полезно. Поэтому, если мы посмотрим, что в древней церкви священники вот стригли вот такой терновый венец на голове, это был образом венца, которым венчали Иисуса Христа. И пастырь, он должен был соответствовать этому высокому образу. И служить Иисусу Христу. И где бы он ни был, вот этот его внешний вид, он всегда свидетельствовал о том, что он Божий человек. И народ знал это и всегда к духовенству относился уважительно. И самое главное, пользовался теми дарами, которые священник мог им преподать. Это Божие благословения. Сейчас священник тоже узнаваем. Даже если он в мирском платье находится, то его длинные волосы, борода могут свидетельствовать о том, что он пастырь. И это также несет в себе вот эту смысловую нагрузку. Человек посвящен Богу. Из предания церкви мы знаем, что Иисуса Христа были длинные волосы. И исследование Туринской плащаницы тоже как раз где-то отпечатался ли Господа, свидетельствует об этом. То есть, подражание Иисусу Христу, пастыре в этом, также и похвально. Единственное, мы скажем, какая должна быть традиция. Если мы еще дальше посмотрим, когда церковь только начиналась, то ведь церковь все равно вышла из иудейской общины. И много элементов иудейской традиции также было используемо. И в то время говорили даже не о длинных волосах или коротких волосах, а говорили просто об одеждах. И в церковных книгах мы читаем, что уместно было одеваться священникам в платья однотонные, не пестрые. Таким образом, вот видите, эта тенденция, она вот на протяжении всех веков, она просматривается, что священники должны быть в одежде одеваться скромные, иметь благообразные волосы, какие бы они ни были длинные или короткие, они должны быть аккуратно уложены. То есть во всем должна быть мера и аккуратность. Вот поэтому, отвечая на ваш вопрос, почему и обязательно это или нет, мы можем сказать, что традиция такая поэтому, а значит обязательно, то теперь уже да. Теперь уже да, потому что существуют церковные права, которые регулируют поведение священника не относительно богослужения и церковной практики, а регулируют поведение священника в миру, то есть как раз его внешний облик. То есть теперь вот есть и книги, это все узаконено, поэтому, конечно, эта традиция должна поддерживаться, и она, слава Богу, в нашей церкви поддерживается. Спасибо за внимание. Дорогие братья и сестры, тут задали интересный очень вопрос. Впереди выпускные экзамены. Можно ли молиться об успешной издаче? Кому молиться и как? Ну, начнем с того, что любое наше действие, которое мы совершаем, хорошо всегда освящать молитвой. То есть начинаем мы какое-то дело, выезжаем ли из дома, например, всегда нужно помолиться. Почему? Мы призываем благодать Божию, мы просим у Господа помощи и смиренно создаем того, что мы без Бога ничего не можем сделать вообще, а тем более такие ответственные моменты, предположим, в жизни, как, например, сдача экзаменов. Это очень здорово, если вы будете приходить в храм и молиться. Вы знаете, кстати, удивительная вещь, но вот мой путь в храм как раз начался с того, что я пришел в церковь, нужно было сдавать экзамены в институт, я очень сильно переживал. И я пришел и начал молиться, причем, хотя я был сам из православной семьи, но вот когда я молился, всегда так просил, говорю, Господи, Господи, если только я поступлю в институт, я вот обещаю, честное благородное слово обещаю, что буду ходить в храм хотя бы раз в месяц при любом раскладе. И вы знаете, когда я поступил, действительно, это было чудо Божие, я прошел по конкурсу, и после этого я всегда стал ходить в храм каждый месяц, а потом стал ходить чаще, открыл для себя службу, и потом вдруг передо мной открылся такой огромный мир, которого я абсолютно даже не ожидал. И поэтому Господь всегда готов услышать любое наше прошение, когда мы просим о чем-то для нас важном, сокровенном, не надо стесняться, надо просить Господа, Господь сам знает, нужно нам это или не нужно. Если нам это нужно, Господь обязательно это исполнит. Для этого существуют даже специальные молебны, так называемые молебны перед учением. Их служат в каких-то таких особых моментах, перед началом, например, учебного года, перед началом пересдачи экзаменов, ну и в других таких случаях, связанных как раз вот с таким образовательным, так скажем, процессом. Вы знаете, конечно, вот удивительная вещь такая, тут хотелось бы правильно провести такой параллель, у нас нет у святых какой-то узкой специализации, это не совсем есть правильно, но при этом некоторые святые имеют особую благодать помогать в каких-то житейских нуждах. Ну почему? Потому что они сами когда-то сталкивались с этой проблемой. Возьмем, например, преподобного Сергия Радонежского. Почему мы ему молимся об удачной сдаче, например, экзаменов, о том, чтобы нам давалось учение, чтобы нам учеба приносила радость. Почему? Потому что у него были в свое время трудности с тем, что он не мог научиться читать. Он очень сильно переживал, что тем самым как бы он пищалит своих родителей, он стал молиться, и там после особого такого знамени, явления ему ангела в виде схемника, он стал легко очень познавать вот эту как раз грамоту, которой ему до этого не давалось. В этой связи хочу отметить и моего любимого святого Иоанна Кронштадтского. Рассказал, что когда маленький Ваня учился, ему тоже учебы не давалось, а потом, когда он поступил особенно в семинарию, в академию, тоже были трудности, он тоже молился Богу, и Господь помог ему. Просто я рекомендую вам всегда во всех каких-то обстоятельствах молиться Богу. Вот у меня, например, с этого начал самый путь ко Христу. Добрый день, возлюбленный Господи, братья и сестры. Позвольте зачитать вопрос. «Так получилось, что мой крестный не верит в Бога. Что делать? Будет ли он считаться после этого крестным? Стоит ли пытаться убедить его, что он не прав?» Ну, вопрос довольно-таки такой сложный, но я попытаюсь ответить. Дело в том, что есть определенные правила, нормы канона Святой Матери Церкви, которые говорят нам о том, чтобы быть крестным родителем, нужно быть человеком сугубо верующим, православным, потому что мы не берем тех людей, которые не верят в Бога или иной какой-то веры. Дело в том, что у нас проводятся огласительные беседы, где мы спрашиваем, верующий ли человек, осознанно ли подходит к этому очень важному вопросу, потому что быть крестным – это прежде всего ответственность перед Богом, перед Церковью, перед своей совестью. Человек налагает на себя определенные обязанности духовного характера. Он обязуется, самое главное, молиться за своих восприемников, за своих духовных детей и, самое главное, духовно воспитывать человека нормам христианской жизни. Потому что, вы знаете, если человек что-то не умеет делать, и он говорит, что «я это умею», и, условно говоря, подписывается на это, то мы понимаем, что из этого никакой пользы никому не бывает. Вот, если, знаете, если человек говорит, что он знает английский язык и готов преподавать этот язык, а если он не знает ни одной буквы, то мы понимаем, что какой будет из этого результат – нулевой. Тем не менее, это очень ответственно пред Богом, потому что мы даем обет Богу, обет, так сказать, себе, своей совести, и поэтому это очень важно, чтобы крестные родители, конечно же, должны быть верующими людьми не просто так, на словах, а на деле, потому что вера без дел мертва есть. Нужно свою веру доказывать. А самый главный, наверное, критерий в духовном воспитании – это наши личные христианские примеры. Потому что, как мы подаем этот пример, этот пример мы должны показывать своим близким, своим крестным детям. И если этот пример будет добрый, если этот пример принесет определенные плоды, то, я думаю, что и награда, она будет велика пред Богом. Вот хотелось бы так, чтобы все люди, которые на себя налагают эту ответственность, были людьми верующими и сугубо ответственными. Недалеко от центра Ульяновска в сторону севера, на улице Верхняя Полевая, находится старинный деревянный храм во имя иконы Божьей Матери Неопалимая Купина. Его история начинается с обретения главной святыни – иконы Божьей Матери Неопалимая Купина. Ее заказал на Афоне некто из благочестивых жителей Симбирска. История умалчивает, по чьей конкретно просьбе и на чьи средства была написана эта икона. Но точно известно, что она изначально приобретена для жителей поселка Куликовка. В праздник Успения Божьей Матери 15 августа 1911 года в Симбирске в три часа дня на железнодорожном вокзале состоялось большое торжество – встречи, прибывшей со Старого Афона, иконы Неопалимая Купина. Икону встречало духовенство, тысячи жителей Симбирска и окрестных деревень и даже исполняющий дела вице-губернатора князь Андрей Александрович Ширинский-Шахматов. Поначалу эту икону поместили в храм всех святых. Этот храм до настоящего дня не сохранился. Находился он на том самом месте, где сейчас находится дом культуры Чикавы. Там была вот эта церковь всесвятская и находилось кладбище. Храм был небольшой, и когда народ города Симбирска приходил на поклонение к этой иконе, то места там было мало. Через полгода, когда икона еще находилась во всех святском храме, было замечено, что по молитвам перед иконой совершаются чудесные исцеления. К ней стали стекаться православные из самых разных сословий города и окрестностей. Весть о чудесах от новоявленной иконы очень быстро распространилась. В Симбирск стали прибывать паломники из Сибири, Крыма, Кавказа. Помощь Божьей Матери получали даже иноверцы. Известен случай, что даже одна женщина-татарка, придя в храм и перед этой иконой молясь по-своему, получила исцеление. Всехсвятский храм не стал справляться, он не мог вместить всех желающих для поклонения этой иконе. Для того, чтобы дать возможность всем желающим приложиться к этой иконе, было решено создать на Куликовке хотя бы временный храм. И вот в 1912 году у одного почитателя чудотворной иконы, жителя Симбирска, явилась мысль, пока не построен новый большой и благолепный храм для помещения новоявленной святыни, устроить в поселке Куликовка временную деревянную церковь, где бы могли совершаться и молебны перед иконой без стеснения прихожан Всехсвятского храма. Этот храм, в котором мы сейчас находимся, он и был построен как временный. Буквально за полгода его возвели, он имеет очень простую архитектуру, и здесь была помещена наша святыня. И здесь был поначалу, своего притча не было, священники, которые служили здесь, были приписаны к храму Всесвятскому, но регулярно здесь совершались молебны и окапесты пред иконы Божьей Матери Неаполимы и Купина. 28 сентября 1912 года указом Святейшего Синода при Богородице Неаполимовской Церкви был открыт самостоятельный приход. Одновременно к храму назначен свой собственный притч из одного священника и одного псаломщика. Богородица Неаполимовская Церковь стала самостоятельной. В новом храме было устроено два престола – главный во имя иконы Божьей Матери Неаполимы и Купина и предел во имя Святой Великомученицы Варвары. По внешнему виду новоустроенный деревянный храм был очень прост, и за сто лет своего существования практически не изменился. В отличие от современности, лишь была крытая паперть у западного входа и небольшой купол над восточной частью храма. Алтарь был по сравнению с нынешним почти в два раза меньше. Колокольни не было, колокола находились на звоннице, которая располагалась в северо-восточнее алтаря. В течение двух-трех лет планировалось собрать определенное количество средств для возведения капитального храма. Но огонь революции, затем Первая мировая война разрушили эти планы. Строительство храма так и не началось. А этот временный храм так и стоит. В этом году ему исполнится 107 лет. История его богатая. Он пережил все страшные годы атеистического безбожия, надругательство еретиков, раскольников. В 1944 году храм вновь стал православным. Он был заново освящен, и уже с этого времени здесь службы совершаются постоянно, и духовная жизнь продолжается до сегодняшнего дня. В 1989 году была образована Ульяновская епархия. Сюда был назначен епископ Прокол Хазов. Его усилиями началось возрождение нашей епархии. И в Ульяновске самым большим действующим храмом был храм Неопалимой Купины. Поэтому ему был присвоен статус кафедрального собора. Постепенно здесь совершался ремонт. Алтарь, который был маленьким, был расширен до большого. Увеличен штат священников, ипподеканов, псаломщиков. Вот здесь началась такая вот яркая духовная жизнь. Можно сказать, даже золотой век, наверное, Неопалимовки. Потому что богослужения были очень торжественные, народу было очень много. В последние семь лет в храме идут усиленные реставрационные работы. Была проведена экспертиза храма, и срочно были приняты по результатам экспертизы меры по сохранению храма. В первую очередь был фундамент восстановлен. Затем были полностью заменены деревянные рамы. Окна новые были поставлены. Затем внутри была совершена покраска храма, и сделано совсем новое крыльцо. Крыльцо было сделано даже с теплым подогревом, чтобы в любое время и в непогоду, и в холодное время крыльцо оставалось теплым. Это очень удобно прихожанам. Сейчас в храме реставрируют иконостас. Дело в том, что в 70-х годах прошлого столетия иконостас был полностью покрыт сусальным золотом. Но на сегодняшний день оно полностью осыпалось, и поэтому решили обновить. Работа практически завершена, храм преобразился. Отличительной особенностью храма является огромное собрание икон. Во времена Лихолетия Неаполимовский храм, один из немногих, не был уничтожен и действовал в послевоенное время. Поэтому сюда стали приносить очень много икон из храмов, которые были закрыты. Так здесь появилась Старорусская икона Божьей Матери. Долгое время именно в этом храме была икона Спаса Нерукотворного, которая находилась на вратах града Симбирска. Когда Спасский монастырь был возрожден, то эта икона была передана в эту обитель. Но сейчас в Неаполимовском есть копия иконы Спаса Нерукотворного. Кстати, особой гордостью храма является иконная лавка. Ее построили недавно. Здесь есть все необходимые атрибуты для православного христианина. Рядом с основным храмом, с его северной стороны, находится еще один храм – крестильный. Изначально он строился как дом для притчи. Там некоторое время жили священники и псаломщики. Потом это здание передали под детскую амбулаторную клинику. Совсем недавно, в 90-х годах прошлого столетия, дом был возвращен церкви. И там оборудовали крестильный храм. Там тоже сделан ремонт и созданы все условия, чтобы можно было крестить и маленьких детей, и взрослых. Также есть класс катехизации. Здесь люди попадают в атмосферу комфортную и духовную. Перед крещением с желающими креститься ведутся огласительные беседы. В храме оборудован, как положено, престол. И два раза в год там служатся литургии для детей воскресной школы. Здесь все создано для внимательного слушания Слова Божьего и принятия крещения. Статус кафедрального собора сохранялся за Неаполимовским храмом до ноября 2010 года, когда архиерейская кафедра была перенесена в Воскресенско-Германовский собор. Однако статус собора за Богородицей Неаполимовским храмом сохранен, и настоятелем его продолжает оставаться митрополит Симбирский Новоспасский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok